Маленькое доброе дело лучше, чем большое намерение. Это девиз волонтеров Самарского Центра развития добровольчества. Вместе с Центром социализации молодежи они дали старт всероссийской акции «Весенняя неделя добра». Студентка второго курса Елизавета Вдовина со школы участвует в добровольческом движении. Помогает тем, кто в этом нуждается. Привезти еду, постирать вещи, убраться, поговорить по душам. Ребята регулярно навещают дома престарелых, детские дома. Участвуют в жизни приютов для животных. Это очень здорово, потому что ты это делаешь не ради чего-то, ты делаешь это от сердца. Принять участие в акции могут все желающие, как организации, так и частные лица. Для этого нужно подать заявку в оргкомитет. Приветствуется любая инициатива, которая несет в себе идею добра и помощи, отмечают организаторы. Чем эта акция отличается от других? Что мы предлагаем общий план «Весенняя неделя добра». Но мы же понимаем, что это условное название, это больше всего старт, это информация, это агитация для того, чтобы люди делали добрые дела, и мы их к этому призываем. В год педагога и наставника организаторы акцентировали свое внимание на поддержке и помощи педагогическим работникам, а также семьям участников СВО. В рамках «Весенней недели добра» организаторы планируют провести акции, посвященные теме здоровья. Это очень многокомпонентная работа, когда мы помогаем людям узнать о своих факторах риска, учим их измерить эти факторы риска, а в конечном исчезе вместе с врачами у нас есть такой термин – модифицировать, ну скажем так, преодолеть, и действительно формировать здоровье и вести дело профилактики заболеваний, причем в том числе наиболее социально значимых, наиболее серьезных. Акция «Весенняя неделя добра» в регионе проходит в 22-й раз. В прошлом году в ней приняли участие почти 700 тысяч человек. Почти 500 тысяч жителей получили помощь. Акция продлится до 23 апреля, после чего оргкомитет подведет итоги и будут определены самые активные участники. Галина Топилина, Николай Сидоров. События.